У меня папа очень долго работал в системе высшего образования, был деканом долгое время инженерно-строительного факультета, организовывал работу с кубинскими студентами, тогда еще первый факультет по работе с иностранными студентами, потом был деканом заочного факультета во Фрунтенском политехническом институте. Но я совершенно не собиралась связывать свою судьбу с образованием, и можно так сказать, что оказалось в нем достаточно случайно. В перестроечные времена я была инженером-конструктором в проектном институте, а строительство на тот момент, особенно промышленное строительство, пришло в упадок, и нужно было искать какие-то новые варианты работы. Я ненадолго пришла в ВУЗ работать, вот задержалась. Я думаю, что мое инженерное образование, оно в принципе очень сильно помогло мне, потому что гораздо легче, на мой взгляд, с инженерным образованием строить некоторые стратегические вещи, схемы, модели и так далее, потому что образование и способ мышления помогают логически многие вещи увязывать. Мне очень нравится вести лекции, занятия, но, к сожалению, административная работа отнимает столько времени, что на чтение лекции остается его времени все меньше и меньше, и поэтому прямого общения в аудитории со студентами теперь, конечно, меньше, чем раньше, чем когда я, например, заведующим была. Я очень много дисциплин читала, я была заведующим кафедрой туризма, и разные аспекты туристской деятельности, работала по разным дисциплинам. Но теперь немножко другие виды деятельности, которые все равно связаны со студентами. У нас сейчас новый центр карьеры, и я думаю, что очень хороший шаг сделан именно в новом направлении, как поддерживать студентов, их интересы, их творчество, их какие-то карьерные устремления, как помогать им в этом. Причем не только студентов бакалавриата, но и студентов магистратуры, а у нас теперь еще есть студенты и PHD, докторские пилотные программы, как поддерживать с ними связь и узнавать, что им нужно, уже когда они завершают обучение. И это тоже оказывается важно, потому что это важно и для университета, это важно и для студентов. Потому что для университета важно понимать, какие еще услуги он может предоставить студентам. Благо теперь у нас многоуровневая система образования, мы идем к схеме обучения в течение всей жизни, а значит университетские услуги будут в принципе востребованы практически бесконечно в теории. Но я надеюсь и на практике. Хочется, чтобы реформы в образовании шли, но чтобы они шли более системно. Потому что очень многие вещи, очень многие хорошие начинания у нас не получают своего развития или идут с огромным трудом именно потому, что реформы, они внутри между собой не взаимоувязаны, не сбалансированы. Иногда реформы, которые предлагаются, они не поддержаны организационно, финансово. И это приводит к тому, что хорошие начинания очень часто, ну скажем так, или проявляются они достаточно хорошо, или же они вообще во многих случаях теряют смысл. На мой взгляд, ни одну из реформ нельзя слепо копировать. Нужно посмотреть, что из этого хорошего мы можем взять для того, чтобы улучшить собственную систему образования. Очень многие говорят, почему мы берем европейскую модель. Ну, Европа от нас действительно достаточно далеко. Но важно, что наши основные рынки, кроме национального рынка, где работают наши выпускники, это Россия и Казахстан, которые так или иначе вступили в этот баллонский клуб и которые проводят реформы именно по этой модели. В принципе, для нас очень важно, чтобы в первую очередь наши дипломы были признаваемы. У нас в ВУЗе мы завершили выполнение предыдущего пятилетнего стратегического плана и сейчас занимаемся разработкой стратегического плана на следующие пять лет. И, в принципе, есть тренды, которые у нас начались в прошлой пятилетке, скажем так, и которые продолжатся в этой. Наиболее, на мой взгляд, сейчас актуальными вещами, которые есть, это обучение, ориентированное на результат, причем результат этот должен измеряться, как мы уже говорили, не в количестве тем, пройденных студентам, а именно в том, что он способен делать после завершения того или иного модуля, того или иного курса и образовательной программы в целом, что он способен анализировать, что он способен проектировать, какие конкретные вещи он способен делать после того, как он завершит образовательную программу. Я думаю, это очень важный момент. И вот именно здесь нужна и тесная связь с работодателями, и тесная связь с выпускниками, потому что именно они могут подсказать, каких навыков, каких компетенций им не хватало потом на рынке труда. Мы проводим маркетинговые исследования, то есть мы опрашиваем работодателей, тех, с которыми работаем, то есть предыдущие наши работодатели, это в основном бизнес-сектор, Министерство экономики, Министерство финансов, налоговые службы, банковские структуры, потому что до недавнего времени мы в основном работали с бизнес-экономическими программами. Сейчас вот расширяем, скажем так, круг образовательных наших услуг. Это сфера IT и сектор, связанный с развитием медицины. И мы опрашиваем наших выпускников, которые закончили высшее учебное заведение 3-5 лет назад. И для нас очень важно тоже, чтобы они сказали, каких компетенций им не хватало, когда они пришли на рабочее место. На основании этого мы делаем корректировку наших моделей выпускников и корректируем рабочие программы. Очень многие вузы под электронным обучением понимают то, что если они на платформе разместили, ну, в электронном виде свои бумажные какие-то документы. Но на сегодняшний день электронное обучение — это тот инструмент, который как раз-таки может позволить студентам обучаться везде, обучаться всегда, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любом месте. И мы разрабатываем сейчас совершенно иные электронные курсы, которые состоят из видеолекций, из различного рода специальных методических материалов. Иногда они анимированы, иногда они в другом формате. Но это зависит от специфики дисциплины. И доступ действительно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, он позволяет, ну, в принципе, он сейчас так стирает грани между очниками и заочниками традиционные. То есть студент очного отделения может прийти домой и работать с этими материалами, особенно для тех предметов, которые ему даются довольно сложно, в частности, та же математика, моделирование и так далее. То есть у студента есть замечательная возможность вернуться к тому, что ему говорил преподаватель, решая задачу, еще раз пересмотреть материал, еще раз сделать какие-то выводы для себя. Ну, естественно, есть еще и коммуникация через электронную платформу. Очень много возможностей открывается для студентов, которые работают. Ведь не секрет, что сейчас 90% студентов в Кыргызстане — это студенты, обучающиеся на условиях контракта. Если какая-то тема студентам не пройдена в аудитории, он возвращается к ней онлайн и получает те же самые консультации, получает ту же самую информацию. Это не просто, когда он там в свободном режиме, с учебником один на один, которых сейчас тоже в интернете много, и это нельзя называть электронным обучением. Он получает полноценные консультации, он получает полноценное обучение. На сегодняшний день в бакалавриате у нас отработаны электронные курсы, которые позволяют студенту обучаться и дистанционно, и так называемое смешанное или гибридное обучение, которое все более и более популярно в мире. Студенты магистрских и PHD-программ — это еще более интересный вариант электронного обучения, потому что у нас, особенно на PHD-программах, очень много студентов из Казахстана. И на сегодняшний день есть возможность подключаться к лекции буквально, опять же, из любого места, где студент в это время находится. Это очень прозрачный инструмент. Если даже сложно иногда бывает отследить взаимоотношения между студентом и преподавателем при очной форме обучения, потому что они в аудитории, то при использовании электронного обучения и определенных программ, мы очень хорошие программы WebEx используем, которые позволяют, с одной стороны, организовать любую дискуссию, позволяют совместно, например, не просто презентацию показать, а совместно работать студенту с преподавателем даже над текстом, и не одному студенту. Это может быть групповая работа, но она еще и позволяет все это фиксировать и записывать. То есть практически все лекции, которые у нас идут, например, по магистратуре и по докторским программам, они все выложены в сеть, и можно не только отслеживать, о чем шла дискуссия, но и даже какое участие каждый из студентов принял в дискуссии. Наша, может быть, задумка на следующие пять лет — это так называемые массовые открытые онлайн-курсы. На сегодняшний день, я думаю, что все, кто занимается высшим образованием, да и не только высшим, они уже слышали про знаменитые муки, которые реализуют практически все высшие учебные заведения высокого ранга, скажем так. Кстати, вот наблюдали за нашими российскими партнерами еще 4-5 лет назад. В России практически не было массовых открытых онлайн-курсов, но за последние пять лет они по развитию электронного обучения и таких курсов сделали необычайно мощный шаг. И вот наша мечта в ближайшее время запустить такой массовый онлайн-курс. Но поскольку у нас один из наших профилей — это экономическое образование, то мы хотим запустить открытые онлайн-курсы именно по финансовой грамотности. Основными нашими направлениями до последнего времени, как я уже говорила, было бизнес и экономическое образование. То есть это три основные направления. После того, как весь Кыргызстан перешел на двухуровневую систему, мы по системе бакалавриата и магистратуры работаем с 2005 года, поскольку мы являемся одним из пилотных вузов Министерства образования и науки по проведению реформ. Это экономика, это менеджмент и это туризм. У нас очень большое количество проектов международных по поддержке, скажем так, этих образовательных программ. Мы были одним из первых вузов, который запустил магистрскую программу по экономике. У нас очень большое количество программ образовательных, которые поддерживаются различными донорскими организациями. Это позволяет нашим студентам, особенно по туризму, участвовать в академической мобильности по разным городам и весам. Вот, например, с Норвежским университетом Телемарк при поддержке фонда Министерства иностранных дел Норвегии мы сотрудничаем с 2007 года. Стажировки разные. У студентов были и полугодичные семестровые, и годичные стажировки. Сейчас мы практикуем поездки студентов в академическую мобильность для проведения исследований, потому что это как раз с нашим трендом для магистратуры и докторских программ, скажем так, состыковывается. Сейчас в этот проект по развитию партнерских связей с Норвежским университетом у нас еще включились грузинские коллеги. Поэтому у нас ребята сейчас проходят стажировки не только в Норвегии, но и в Грузии. Сейчас у нас очень большой проект по созданию сетевой программы по туризму. Этот проект поддерживается Еврокомиссией. Есть достаточно известная такая программа Erasmus+, для развития образовательных программ и поддержки академической мобильности студентов. И вот как раз сейчас мы разрабатываем сетевую программу, в которой будут участвовать. То есть эту сетевую программу магистрскую по туризму будут реализовывать целый ряд европейских и российских университетов. И вот в Кыргызстане наш университет, в компании с нашими партнерами, с Игульским государственным университетом. Сегодня практически у любого студента есть возможность поучаствовать в разного рода программы. Это программа академической мобильности, как я уже говорила. У нас есть очень большое количество партнеров. С каждым из партнеров у нас есть двухсторонние контракты, есть многосторонние контракты. И условия участия в мобильности, они могут немножко отличаться. Практически всегда мы стараемся сделать так, чтобы это было для студентов или бесплатно, или покрывало какие-то минимальные расходы. Скажем, вот с финскими партнерами у нас есть возможность обучения бесплатно в финском университете в течение семестра, но нужно покрыть дорожные расходы. Вот тот пример, о котором я говорила с норвежскими партнерами, там и обучение, и дорога, и даже визовая поддержка, все бесплатно. У нас есть возможности прохождения обучения, у нас есть возможности прохождения практики. Например, у нас достаточно устоявшись тоже больше 10 лет, устойчивые такие связи с американским университетом Гирна на Северном Кипре, где у нас студенты могут пройти там несколько учебных модулей, пройти практику, особенно для гостиничного бизнеса, поскольку это в летний период, и даже немножко заработать. У нас очень тесное сотрудничество с фондом Конрада Аденаура. И каждый год фонд Конрада Аденаура выделяет стипендии для активных студентов. Там важно, чтобы студент не только хорошо учился, но чтобы этот студент был еще и, скажем так, проявлял некоторую гражданскую позицию, общественная деятельность какая-то была, социальная какая-то работа. Причем, ну, естественно, что никаких предпочтений к партийным каким-то принадлежностям не может быть. И вот у нас очень многие студенты участвуют в этом конкурсе. На протяжении уже, вот если мне память не изменяет, четырех лет каждый год три-четыре наших студентов получают стипендию фонда Конрада Аденаура. Очень важно, что студенты получают не только стипендию, не только материальную поддержку, но они имеют возможность участвовать в различного рода семинарах, тренингах, которые фонд здесь проводит. За последний год мы получили очень много предложений от наших выпускников, которые работают в разных сферах, иногда даже не в Кыргызстане, и которые проводят тренинги по разным направлениям, по бизнес-направлениям, по тому, как подать, например, наши выпускники, которые сейчас заканчивают магистрские программы за рубежом, как работать с продолжением своей карьеры в этом отношении. То есть с их стороны приходит очень много разных предложений, которые мы пытаемся тоже реализовать на своей площадке. Мне кажется, это очень дорогого стоит, когда выпускники не забывают после окончания вуза, а еще и прикладывают некоторые усилия для того, чтобы помочь нынешним студентам. Есть вещи, которые инициирует администрация, преподавательский состав. У нас очень много различных конкурсов, бизнес-планов и так далее проводится. Это очень часто инициирует программы администрация вуза. Есть вещи, которые у нас просто являются обязательными в планах, то есть работа по проведению различного рода конкурсов, круглых столов на определенные темы, которые мы считаем наиболее важными. Это, конечно, наша прерогатива. Но есть очень много интересных вещей, которые предлагают сами студенты. И у нас есть студенческое правительство, которое инициирует многие вещи. У нас есть такая тоже активная группа, которая участвует, например, в студенческих конкурсах. Это Энактус. Правда, там команды меняются, потому что меняются студенты. Но главное, что ядро в каком смысле сохраняется? Плавно меняется это ядро. То есть кто-то уходит уже на следующую ступень, но они продолжают между собой как-то коммуницировать, поддерживать друг друга. Есть такое ядро ребят, которые участвуют в различного рода конкурсах. Причем, что мне нравится, это не только академические конкурсы. Скажем, Энактус для меня даже очень важно. У нас были моменты, когда наши студенты были и национальными победителями, но даже когда они не занимают призовые места, мне кажется, это не это самое главное. Они раскрывают себя как предприниматели, они раскрывают себя как люди, которые могут делать не только бизнес, но и социальные проекты. И для меня, мне кажется, что это гораздо более важно. Плюс они работают как команда, что на сегодняшний день тоже является очень важным фактором. Центр карьеры, одна из их функций, это отслеживать. И не просто отслеживать статистику, но еще мы пытаемся, это сложнее гораздо, но мы пытаемся отследить не только, как он трудоустроился, но и возможности, и результаты его дальнейшего карьерного роста. Трудоустройство у нас достаточно высокое. У нас очень много студентов работает уже на старших курсах практически, причем, что для меня опять-таки важно, не просто работают, а в большинстве случаев они работают по профилю. Трудоустройство у нас составляет в среднем по академии после завершения учебы, я имею в виду сразу же, порядка 80%. Одна из, наверное, самых важных ключевых компетенций, это умение самообучаться. Потому что на сегодняшний день вот то, чему, может быть, иногда сложно научить студенту, потому что они хотят, чтобы им рассказали, им как бы преподнесли все на блюдечке, но одна из самых, по-моему, тяжелых задач, это научить человека самообучаться и саморазвиваться. И вот если это случится, то он, в принципе, будет двигаться по своей профессиональной дороге дальше достаточно успешно. Хочется, чтобы система образования стала конкурентоспособной для нас. Потому что, в принципе, ведь, ну, не знаю, это может быть высокопарно звучит, но от того, каких людей мы вырастим в ближайшее время, зависит и то, какой страну мы свою увидим. Очень хочется, чтобы из каждого вуза, в том числе и из нашего, выходили не только крепкие профессионалы, но и хорошие люди. Люди, у которых есть, ну, не знаю, в голове общечеловеческие ценности, которые поддерживают друг друга, которые ценят друг друга, людей, то, что вокруг них есть, которые допускают различия в том, как думают другие, не агрессивные, толерантные, как бы мы уже сложно не относились к этому слову. То есть, которые живут замечательно сами и позволяют рядом с собой жить и развиваться другим. Я думаю, что вот это может быть самая главная мечта.